Данилов Александр Сергеевич, автор оригинальной школы психоаналитической психотерапии и гипнотерапии. Доклад называется «Сексуальность Фёдора Достоевского». Уважаемые дамы и господа, я хотел бы показать в фрагментах своего материала, как через «Сексуальность» строится судьба человека, и не только Достоевской можно сделать выводы. Несчастная, трагическая жизнь Фёдора Достоевского, которая заслуживает иногда и восхищения, и жалости, и как это всё повернулось неожиданно, и из-за этого я хотел бы высказать некоторую гипотезу. Началось всё с того, почему именно секс, почему именно у Достоевского. Что секретарь Волстова страхов, как мы покажем позднее, недолюбливавший в тайне Достоевского, пустил такой слух, сослался на деятеля окололитературного третьего разряда Висковатого, что Достоевский похвалялся, как он мылся в бане с девочкой в семи лет, которым уплела гувернантка. Это было очень серьёзно, и многие поверили, и даже когда опубликовали запрещенную цензурой в начале 20-х годов, найденную в архиве рассказ главу из романа «Бесы» у Тихона, запрещенную по морально-нравственным соображениям, то у публики был шок. Тогда в Советской России вот была бы народом эта глава. Главный герой Ставрогин, я напоминаю, расклевает девочку и доводит её до самоубийства. И этот грех, цитируется, соответствующая цитата из Библии, «Кто соблазнит малых сих». Нет тому прощения, что это смертный грех, что это тяжёлый грех, что ничего не остаётся, как истребить самуя себя, что Ставрогин и делает. А сейчас позвольте собственное расследование про и контра. Действительно, много очень материалов, которые говорят, что если нереально, то помыслов Достоевский мог грешить. Например, преступление и наказание. Некто Свидригайлов доводит девочку до самоубийства, который кончает самоубийство. Описан знаменитый фрагмент «Гроб с белым венчиком из роз». Да, душераздирающая картина. И потом у Свидригайла, в её кошмарном сне, он встречает на улице нищенку, пятилетнюю девочку, и которая в конце ему лукаво подмигивает. Свидригайлов ужасается, вот, и не может справиться потом с этой травмой, которые, вот отголоски, которые есть во сне, как не вспомнить тут новации доктора Фрейда, обессознательно, ведь они возникли именно под влиянием прощения Достоевского, как писал потом Фрейд. Далее, об этом пишется, о растлении малолетних, унижённых и оскорблённых, если помните, незаконная дочь князя Волковского, Нелли, девочка, да, тоже подвергается вот таким моментам. Вроде бы серьёзно, что у Достоевского, если во всяком случае и не в реальной жизни, но в мыслях что-то было такое. Вроде бы и так. Но тут мы наткнулись на одну деталь. Дело в том, что Достоевский как-то записал в дневник, это было не опубликовано, незадолго до смерти, о том, что Страхов холостяк, тайный сладострастник, вот, и что он ханжа и лицемер. И получилось так, что после смерти Достоевского, перед тем, как в архив попасть к камне Достоевского, к его жениху, был несколько месяцев у Страхова. Страхов отомстил в известном письме по смертным, уже после Достоевского, на смерти Льву Толстому, которому сообщает вышеупомянутый эпизод. Вроде бы Страхов и отомстил, вроде бы и он такой действительно ханжа и лицемер, но в наш век доказательной науки нужны факты. Я приведу вам факт, который приводит Иван Бунин. Как-то Страхов уже в качестве секретаря Толстого вместе с обществом пьют чай на веранде и ведут умную беседу. Толстой смотрит на Страхова с серьезным лицом. Страхов говорит очень серьезно, веско, и вдруг к нему садится, вот дело было весной, как сейчас на его лоб комара. Толстой слушает, слушает, и вдруг как шлепнет этого комара. Да? Как же реагирует Страхов? Он посмотрел на Льва Толстого и сказал, Лев Николаевич, вы только что убили живое существо. Как вам не стыдно? Толстой сконфузился и покраснел. Вот уже такой вроде бы штрих издалека может судить, я думаю, вам по личности Страхова, чем то, что я бы дефинициями какими-нибудь рассказывал классической психологии о его характере. И еще одно. В черновых набросках весом были два варианта. Либо девочку расслевают в Петербурге в комнате, это дочь хозяйки, где Старвогин квартирует, либо вот приводят в баню. Вот этот эпизод очень мало цитируется. Что же все-таки произошло? Впервые Фрейд обратил внимание, высказал предположение о том, что болезнь Достоевского, его эпилепсия, это прямое следствие, ну, своего рода травм развития сексуального характера. Я отсылаю вас к наменитой статье Достоевский и он соубийство. Я не сомневаюсь, что многие из вас читали, а кто не читал, я напомню, что Достоевский, уже будучи юношей, уже когда учился в военном высшем учебном заведении, узнает о том, что его отца убили крестьяне. Отец был буйный, он был склонен к некоторым не сдержанным выходкам. Ну и крестьяне, крепостные крестьяне ему таким образом отомстили. Это был для Достоевского шок. Достоевский любил отца. И в то же время были некоторые штрихи воспитания Достоевского. Мягкая, добрая, мать. Да, вот такая, я бы сказал, языком гречнира, скорее пикничка, вот, в которых мужчины иногда так любят заботу, опеку, вот опекала доктора Достоевского, Михаила Достоевского, врача Божидомки, больницы для бедных в Москве. И когда отец лично занимался воспитанием детей, обучением, он давал им задания, они учили в уроке, они ему отвечали, он обучал их латыни, другим предметам, и стояли перед ним на вытяжку. Он часто кричал, он был недоволен, но никогда он не рукоприкладствовал. Такого не было, чтобы Михаил Достоевский, ну, наложил руки на кого-нибудь из детей. Но, тем не менее, давление, мы знаем, что моральное давление, иногда более сильное, чем физическое. Тут умирает мать, когда Достоевскому было 15 лет, и отец остается один с детьми. Он не был способен полностью осуществлять эту функцию, отдал двух сыновей в военное высшее учебное заведение. Ну, и вот считается, как считает Фрейд, что возникает такая скрытая позиция к отцу, по теории Фрейда, Достоевский в тайне, будто бы бессознательно желал смерти отцу. И вот, когда возникло убийство крестьянами, произошла реакция от реагирования на уровень бессознательного психического. И поскольку он не мог перенести, как бы это не могло быть выведено на уровень сознания, то все это умещается в судорожных припадках, в приступах. А как развивалась картина болезни, я как доктор, как психиатр хотел бы вам рассказать. Но наши исследования пошли дальше. Мы не согласны с Фрейдом, что именно отцу убийство привело к болезни Достоевского. Возможно, это была очередная травма. Но нам удалось установить вот что. И тут-то круг замыкается. И в отношении расслеваемых девочек в ее романах, да, и в отношении сплетни, которые висковато пустил Достоевский, воспользовался страхом. Дело в том, на 50-й день Пасхи, праздник Троица, обычно это бывает в конце мая, в начале июня, когда весь народ в Москве праздновал, а дети гуляли на территории Божидонки, больницы, в саду. Достоевский прогуливался с своей подругой, девочку, с которой он дружил. Ему было 10 лет, ей тоже, и он очень был сильно привязан к этой девочке, вот, которая была даже, по-моему, 8-9 лет. И вдруг забрел некто пьяный, изверски изнасиловал эту девочку, и нашел ее мальчик Достоевский, буквально истекая кровью, позвали за отцом, за доктором, Михаилом Достоевским, но уже было поздно, девочка умерла, вот, как потом вспоминает, буквально скончалась на его руках. Это настолько, как мы считаем, это малоизвестный факт, потрясло Достоевского, что потом у него рефреном все время проскальзывает эта идея, что все благомира не стоят слезинки ребёнка. Помните беседу Ивана и Алёши Карамазова, да? И вот, обидеть ребёнка – это страшный грех, независимо от пола. И тут мы считаем, что вот этот эпизод дал своеобразное развитие сексуальности у подростка Достоевского. Она была вытеснена, ведь Достоевский ни с кем не встречался в подростковом возрасте. Потом в юношеском уже, на старших курсах военного заведения, он ходил в публичный дом. Да, это были короткие эпизоды, то есть он был сравнительно уже более опытный, опытный, да? Но это были очень короткие эпизоды. Как-то сексуальность у него была вытеснена. Я считаю, что не, как в традиции Фрейда, фактом, чисто психоаналитическом понимании убийства его отца, а вот именно эпизод изнасилования и смерти его подруги. Это как раз тот возраст, где он описывает потом в разных романах похожие эпизоды в самых-самых разных вариантах. Что же потом происходит? Припадки, а ведь большинство думает, что припадки возникли у Достоевского преимущественно на каторге, вовсе нет. Они возникли еще когда он учился в военном заведении, был начинающим с писателем. И второй припадок возник, тяжелый припадок во время смерти Белинского. Ну, изощренные психоаналитики скажут, Белинский был духовным отцом. И вот опять протест против отца. Тем более были уже начинающиеся трения с Белинским. Вот Белинский умирает, потрясает, он узнает, и возникает тяжелый эпилептический припадок. Вот психоаналитики не удержали из-за высоток и славы. Но я настаиваю, что это всего лишь в последующих стадиях развития, это уже была так называемая сепарация, если поддерживаться психоаналитической терминологией. Все-таки не этот момент, а вот этот ранний момент фаза индивидуации по Фрейду, да, десятилетнего Достоевского, смерть его подруги на руках, оказало воздействие на сексуальность. У Достоевского нет любви, у него есть случайная женщина из публичных домов. Потом он попадает на каторгу, и что же происходит? Он встречает женщину, жену, спивающуюся, погибающую от алкоголя, его друга, уже, когда он вышел из тюрьмы, был на поселении, и ухаживает за ней. Типаж этой женщины Марьи Дмитриевны описан во многих романах. Это и Наташа униженных и оскорбленных, это и отчасти немножко Аглая, чуть-чуть, и Настасья Филипповна, хотя там другое скорее, это и Екатерина в братьях Карамазовых. Неравновешенная, истерическая, тонко-чувственная. Она как бы держит Достоевского вначале на привязи, и когда муж умирает, она колеблется, возникает роман между другим, и она говорит Достоевскому, что не любит, а любит другого. И вот эта коллизия Достоевский точно перенес униженных и оскорбленных, где Наташа колеблется между автором и Алешей Волковским. И там происходит, там, в Сибири, вот именно такая коллизия. Но Достоевский был настойчив, и в конце концов, эта неуравновешенная женщина стала его женой, Мария Дмитриевна Достоевская. Что же получилось у них в доме была ли в счастье супружеской жизни? Мало того, что она больна, была тяжелая болезнь, от которой потом она и умерла, но она не давала ему, а это уже известно, сексуальной гармонии. Он очень любил ее, любил больше платонически, но вот он не получал такого полного сексуального удовлетворения. Если в публичных домах это были короткие эпизоды, у Достоевского все-таки была заторможенная сексуальность, ему нужна была другая женщина. И вот уже когда жена умирает, в это время, еще перед смертью, он знакомится с Аполлинарией Сусловой, роковая женщина Достоевского, «la femme fatale», как говорят французы. И вот Суслова буквально изводит Достоевского. Надо сказать, что ему было уже 40 лет, Суслова и 20 с не большим. Женщина была с очень тяжелым характером. Не зря потом столкнется с ней ее второй муж Василий Розанов через много лет. Эта женщина была с ужасным характером, но талантливая, оригинальная. Ну и тоже Достоевскому она изменяла, так же, как потом пыталась изменить Василию Розанову. Достоевский очень переживал, но что было характерно, когда Достоевский, имеющий опыт в публичных домах с общением женщин, хотел больше сексуальной свободы в постели, то это третировало Аполлинарию Суслову. Ее это раздражало, у них тоже не было сексуальной гармонии. После разрыва с Аполлинарией Сусловой Достоевский делает на безуспешно предложение благограммным девицам, одной из них была сестра Софья Ковалевской, но получает отказ и, как мы знаем, приглашает стенографистку Анну Сниткину, Анну Григорьеву Сниткину, отец был выходец из Украины, мать из Донка, очень тихо, очень милую, добропорядочную, с этой ролью хорошо справилась актриса Евгения Симонова в фильме «26 дней из жизни Достоевского». Она боготворит Достоевского как автора и он делает ей предложение. она не может поверить, что такой известный человек, как он заинтересовался ей скромной девушкой, двадцатилетнюю, а ему сколько? На четверть века старше, а ему сорок пять, да, и соглашается. И тут она воспринимает его в целом как любимого человека. Он еще не совсем ее любит. Это придет позже. И что интересно, она позволяет ему все, это установлено. Она как неопытная женщина пишет письмо, знаменитое письмо жене поэта Майкова, друга Достоевского, которая пересказывает скользь, что она такое рассказала, что Федор Михайлович позволяет себе в постели. Ну и та ее просветила, что это не совсем стандартное поведение. Но мы можем предположить, что эта женщина, любя Достоевского, позволяла ему в постели все. Что же происходит? Происходит то, что эпилепические припадки прекращаются. Их нет во время за всю практически жизнь, за исключением последнего года жизни, до сих 14 лет их брака. Достоевский сексуально удовлетворен, расцветает его любовь. Он любит жену, он любит детей, он очень хороший семьянин. Вспомните Льва Николаевича Толстого, который отказал детям в наследовании авторских прав. Да? И отделял семью от своих общественных дел. Этот семьянин, и когда некоторые тяжелые очерты характера Анна Достоевского перенесла на себе ее кротость его покоряла, он влюблялся в нее все больше и больше. Он выздоровел практически, это была ремиссия. Два припадка последнего года жизни Достоевского были в связи с моральными стрессами. Это после мартовского обеда в Петербурге в ресторане Борреля, где был конфликт с Тургеневым. Это напряжение после знаменитой июньской Пушкинской речи 1880 года, того же года. Вот тогда и были эти две припадки, два припадка, которых не было много лет. Отчего же умер Федор Бостоевский? Умер Анна Тастмэн. Он был в хорошем здравии сравнительно, хотя и был слаб, ослаблен каторгой. Он мог бы жить, если был бы в хороших условиях. И он умер практически на 60-м году жизни, как счастливый семьянин. Половая жизнь была буквально до последних дней его. За день до смерти он был у друзей, пил чай, как ни в чем не бывало. Я к чему это говорю? Федор Достоевский, жизнь которого трагична, сколько он вытерпел, я не буду остановиться в биографии. Нашел свое счастье, нашел свою гармонию с женщиной, которая искренне его полюбила как человека. Здесь первоначально было восхищение как писателем, как личностью, потом это переросло в трогательное чувство. Она решительно отделила его от семьи, которая пользовалась Достоевским, сидела у него на шею, и семья брата его покойного, пасынок, от той первой жены, буквально эксплуатировали Достоевского, третировали. Она поставила категорическое условие, и они уехали за границу. На полгода, это оказалось четыре года, это сыграло благотворное супружеское, когда молодые супружеская пара уезжает из той среды, от родителей, от окружения, никто не мешает. Они сами, они рассчитывают на самих себя. Это важный аспект. И вот это счастье, вот эта семейная жизнь, трогательные письма. Анна Григорьевна вычеркивала потом, письма цензурировала. Деда Стоецкий писал об интимных моментах, намекая о том, что было у них в постели, вот трогательно, любовно. Мы видим, что она, подозревая, что это потомки прочтут, вымарвала вот эти все кусочки. Но мы можем догадываться, что их сексуальная жизнь при всей скромности Анны Григорьевны была довольно-таки бурной и была многообразной. Я вспоминаю о феномене, когда мужчины раскрепощенные с большим диапазоном своих сексуальных притязаний и очень робкие, как бы женщины неопытные создают счастливую пару. Не зря нобелевский лауреат Перла Герквист в своей печальной последней повести Марья Амна описал дуэт царя Ирона Мерзавца и Негодяя и кроткой царицы Марианны, которую он очень любил, которую он ужасал, но она признавалась себе, что любит его как мужчину. Вот такое противоречие боялось и в то же время. Характерно, что жена писателя Майкова в письме к мужу упоминала о том, что Достоевский позволяет с Аней такое, что я тебе не могу даже написать, я тебе потом при встрече скажу. Можно предполагать, что Анна Достоевская доверилась и как неопытная женщина говорила о нормах сексуальной жизни с близкой ей жене Майкова, более опытной дамой. Этот факт уже проливает на то, что Анна Достоевская, любя Федора Достоевского, позволяла ему многое. У нее был широкий диапазон приемлемости, выражаясь языком современным. Почему же расцвет сексуальности Достоевского произошел в сравнительно позднее для мужчины время, уже ближе к пожилому возрасту. Тут еще есть один факт, очень интересный и очень непростой. Мы опять возвращаемся к его детству, когда я хочу упомянуть об эпизоде, когда маленький десятилетний Федя Достоевский, друживший с девятилетней девочкой, вдруг стал свидетелем страшного преступления. Во время одного из религиозных праздников, возможно, это была Пятидесятница, где-то в конце мая, в районе Божидомки, то есть больницы для бедных, где работал его отец, он вдруг увидел подругу, лежащую на земле, окровавленную, изнасилованную, каким-то пьяным. Во время этого праздника было много пьяных, которые изобрел Божидомский парк, вот, и совершил это страшное преступление. Это потрясло маленького Федю, и потом не случайно ли отголоски увиденного? Мы можем наблюдать в разных произведениях, когда осуществляется насилие над детьми, о чем я уже говорил. Еще раз хочу повторить знаменитое высказывание, уж не с тех ли времен она тянется, что все блага мира не стоят одной детской слезинки. Эти слова, которые потрясли мир, оказали влияние на всю мировую цивилизацию. Именно эта сентенция русской философии оказала влияние на развитие мировой цивилизации. Поистине идеи правят миром. Но здесь есть еще одно, двойное одно, может быть, намного глубже. Десяти-двенадцатилетний Достоевский, начинающий созревать подросток, когда формируется сексуальность, вдруг сталкивается с уродливым проявлением сексуальности, с изнасилованием, с изнасилованием зверским, которое привело к смертельному исходу. Девочка скончалась чуть ли не у него на руках в луже крови. И тут же можно упомянуть об исследованиях новейшей сексологической науки, когда видят такие сцены, как известный печальный опыт современной порнографии, торговли детской порнографией, когда видят сцены насилия вместе с ужасом, это и расклевает, это оказывает скрытая, эротизирующая, парадоксальное влияние, оно не осознается, оно вытеслено уровень бессознательно, тем не менее оно есть. И вот картина изнасилования, смерть девочки, вот это ужасное одновременно имеет какую-то скрытую, возбуждающую, неосознаваемую силу. И вот эта преждевременная фиксация на половой жизни, половое возбуждение в связи с мистическими чертами Достоевского, не получившего реализации его молодые годы, потом снова и снова повторяется в его произведениях, где описывается сцена насилия над людьми. И не случайно Достоевский, искавший семейную гармонию и нашедшую женщину, которая готова для него на все, и готова в постели на все. И вот дается сексуальная свобода, и как говорят современные психоаналитические теории, что ущемление этой свободы конвертируется в соматические симптомы, и мы тут видим, что это сексуальная раскованность, которую принимала Анна Достоевская, Достоевский вошел в конце концов условно-физиологический ритм, мы так можем предполагать, испробовал все, все сцены сексуальной активности, и он как бы этим самым лишает почву для многих своих болезней, в том числе эпилепсии, по мнению многих исследователей, имеющих психогенный характер, соматизированный характер, в силу вытеснения в бессознательное психическое, фактически, можно утверждать, что счастливая сексуальная жизнь Достоевского привела к его выздоровлению, это случай исключительный, так не всегда бывает, я не хочу делать тут широкие обобщения, тем не менее, это очень интересный случай, когда Достоевский умирает счастливый, повторяю, за день до смерти он был здоровый, трудоспособный, он вел, как мы предполагаем, даже за день-два до смерти активную сексуальную жизнь, и тут сексуальная жизнь, не следует ее преувеличивать, тем не менее, она является счастью той божественной божественного явления, которое мы называем любовью, и вот именно тут секс, как та гармоничная любовь к любимой жене, и любовь Анны Достоевской к любимому мужу, это была счастливая пара во всех отношениях, в отношениях. Спасибо.